Вступление в Евразийский экономический союз в интересах Казахстана. Об этом заявил первый вице-премьер Бахджан Сагентаев в кулуарах заседания Совета Евразийской экономической комиссии в Минске. Напомню, к маю этого года эксперты стран Таможенного союза должны подготовить проект договора о создании ЕС. Сейчас стороны ведут переговоры. В столице Беларуси в эти дни обсуждали отдельные пункты договора. Преимущественно речь шла о торговой и валютной политике, естественных монополиях, транспорте, энергетике, а также техрегулирования промышленности и АПК. Из Минска репортаж Шеслуга Саиновой. Экономическое единство. Такова цель нового интеграционного объединения под названием Евразийский экономический союз. Каким он будет окончательно, пока непонятно. Заседание идет в закрытом режиме, поэтому детали не разглашаются. Ясно только, что существенно расширится рынок труда и сбыта продукции и упраздняются таможенные пошлины. Проект договор состоит из двух частей. Инфинанская составляющая и функциональная. Очень сложные вопросы были по функциональной составляющей. Наши эксперты в течение двух лет работают над данными проектами. И мы сегодня видим, что у нас идет сближение по многим развилкам, которые у нас существовали по сегодняшний день. Вчера мы рассмотрели основные вопросы именно по части агропромышленного комплекса, по части промышленной политики, по части техрегулирования. Это очень сложные вопросы. В части вопроса доступа к услугам субъектов естественной монополии. Понятно, что есть движение, но остались еще некоторые моменты, которые мы должны дальше шлифовать. На такую шлифовку надеются и предприниматели. По их словам, в руках наших переговорщиков судьба национального бизнеса. От их аргументов и умения отстоять свои позиции зависит, станут ли будущие нормы ЕС выигрышными для казахстанского МСБ и крупных компаний, или же наоборот. Белорусская сторона настаивает на том, чтобы разрешить каботажные перевозки автомобильным транспортом. Это значит, что белорусские автоперевозчики смогут перевозить грузы, скажем, с Караганды до Шимкента. А вместе с тем белорусские перевозчики пользуются субсидиями. То есть они беспошленно возят седельные тягачи, прицепы. Соответственно, они получают какие-то скрытые субсидии с белорусского правительства. И таким образом ни казахстанские, ни российские перевозчики с ними не будут конкурентоспособны. По сельскому хозяйству размер безвозвратных, по сути, кредитов белорусским молочным предприятиям со стороны государства многократно превышает размеры реальных активов. И, соответственно, наши производители молока, молоки-переработчики, они просто физически не могут конкурировать с ними. Не потому, что они производят хуже или более плохие бизнесмены, а просто потому, что условия абсолютно неравные. Поэтому здесь также казахстанская позиция, на наш взгляд, должна быть очень жесткой. Впрочем, президент Беларуси Александр Лукашенко в личной встрече с главами делегаций, участниками Совета Евразийской экономической комиссии, заверил, что если есть какие-либо претензии к их стороне, все обязательно будет исправлено. По его словам, допустить провала этого интеграционного проекта нельзя, и он просто обязан заработать в срок. Как известно, Евразийский экономический союз создается чисто с экономической целью. Функционировать он будет в формате наднационального органа. Поэтому положение его обязательно к исполнению во всех трех странах. А следить за их соблюдением будет специальный судебный орган. Суд будет смотреть за соблюдением государства этих договоров, и, во всяком случае, и также за принятыми решениями, которые принимаются комиссией союза. То есть даже юридические лица смогут обжаловать некоторые действия комиссии, если они не согласны или нарушают они их какие-либо права. Представители же нашей страны в Совете комиссии заверяют, нормы ЕС не будут противоречить национальному законодательству Казахстана. Прежде чем мы будем принимать решение, этот вопрос отрабатывается на уровне нашего правительства. Работают министерства и юстиции. То есть мы в первую очередь в рамках своего законодательства. Следующий раунд переговоров по созданию Евразийского экономического союза пройдет в Астане. Он запланирован на начало марта. Окончательный же вариант договора специалисты Казахстана, России и Беларуси сообща подготовят к 1 мая. А с января будущего года Евразийский экономический союз уже должен начать работу. Айсулу Кусеинова, Марат Дихамбаев, Минск, Республика Беларусь.